Из года в год мы ждем новогоднюю сказку и в то же время боимся момента, когда она закончится, потому что большинство обнаруживает на весах плюс от 3 до 5 килограмм и даже 7. Почему так происходит? Почему твердое намерение в этот Новый год знать меру и есть меньше сладкого не работает? Давайте разбираться прямо сейчас. Всем привет! Вы на канале дипломированного спортивного диетолога и фитнес-тренера. Здесь все о питании, которое предупреждает и избавляет от начальных проявлений болезней и физической активности. Меня зовут Светлана Никичук и сегодня говорим о проблеме набора веса в период новогодних празднований. Проблема зафиксирована исследованием, в котором выяснилось, что 60-70% срывов и прибавок веса приходится именно на 2 недели зимних каникул, что подтверждено многолетними наблюдениями. Более того, ученые посчитали количество жира, которое становится больше в среднем на 370 грамм. Причем увеличение на обычных электронных весах можно не увидеть, потому что прибавки общего веса может и не быть. Но если посмотреть пропорции тела на умных весах, то увеличение жировой составляющей тела очевидно. Вы спросите, а как же 2-3 килограмма, появившиеся на весах? Отвечаю, прибавка это не только жир, но и вода. Так вот, в 2-х прилипших килограммах будет примерно 1 треть жира, который не пропадет при восстановлении питания. Потому что жир это не вода, которая быстро слилась. С жиром все гораздо энергозатратнее и длительнее. Почему все же акцент сегодняшнего видео на новогоднем зажоре или срыве? Дело в том, что именно в этот праздник задействованы самые коварные ловушки. Человек, попадая в них, становится заложником собственных действий. И чтобы выбраться из них, требуется либо много времени, ну до весны, например, либо требуется сторонняя помощь. Потому что самостоятельно взять себя в руки не получается. Кстати, если у вас тоже не получается взять себя в руки самостоятельно, если вам отзывается это, напишите в комментариях. Первая ловушка – холодная погода и естественный повышенный аппетит. И тут все нормально. Для поддержания тепла нужно больше жирной пищи, желательно содержащие полезные жирные кислоты. Скумбрия, печень трески, сало, орехи. Такие продукты закрывают потребность организма в согревании, насыщают надолго и однозначно полезны. Но многие люди путают потребность в жирах и ошибочно налегают на быстрые углеводы, которые слишком быстро сгорают, что правомерно вызывает голод. Отсюда частые перекусы – чай, кофе с печеньем, конфетами и так далее. Вторая ловушка – это стресс. Конец года – это всегда недостаток времени и много работы. А это значит, что перекусы на ходу, чем попало, слишком большие перерывы между приемами пищи и обильные ужины. Словом, от заедания стресса никуда не деться. Организм требует хоть какого-нибудь удовольствия. Третья ловушка – растягивание пищевого празднования. Корпоративы, встречи с друзьями, которые начинаются еще за неделю до Нового года. Само многочасовое новогоднее застолье, которое продолжается двое-трое суток, а там и Рождество. И так мы получаем 12-14 дней переедания и калорийного питания с высоким гликемическим индексом. И в этом вся опасность новогоднего срыва. Время. Если вы следите за питанием, весом, то один день новогоднего срыва не нанесет вреда ни фигуре, ни пищевому поведению. Но при условии, что на следующий день вы вернулись к нормальному питанию. Опасность же, по мнению ученых, состоит именно в затягивании, в продлении застолья. И это касается не только Нового года, но и любых длительных празднований. Свадьба или пятница, и вы хотите растянуть пищевое удовольствие и на выходные, и на майские праздники, отпуск и так далее. За 2-3 дня ваш калораж увеличивается в 2-3 раза. Словом, запомнится все, что больше одного дня сталкивает вас в яму. И чем глубже вы в ней опомнитесь, тем труднее из нее выбраться. Четвертая ловушка – алкоголь. Который, во-первых, сам по себе добавит калорийности и повысит аппетит. Благодаря ему, даже при полном желудке, у вас появляется возможность вместить еще пару ложек оливье. Во-вторых, по действиям алкоголя о осознанности питания не может идти речь. В-третьих, его способность обезвоживать. На следующий день ваш организм в страхе за вашу жизнь будет задерживать воду, что вы и увидите отеками на лице и под глазами. Подведу итог. Однократное переедание или застолье не представляют угрозы. В то время как длительное и высококалорийное питание влияет на гомеостаз и постоянство внутренней среды организма. И в это понятие, кроме поддержания стабильной температуры тела, артериального давления, входит еще масса тела. Именно поэтому, когда вы снижаете вес, механизм гомеостаза будет стараться вернуть сброшенные килограммы. И об этом мы говорили много раз в предыдущих видео. Потому что новый вес для него воспринимается как опасность. И только если вам удастся удерживать вес, гомеостаз примет новую величину на весах за новую норму и будет удерживать уже его. Многие из вас уже ощутили посленовогодний эффект постоянного голода. Когда обилие жирной и сладкой еды вызывает сильный голод между приемами пищи, вынуждая перекусить. Насытиться прежним объемом порции сложно. И вы докладываете на тарелку блюдо с горкой в надежде, что теперь это голод пройдет. И в этой ситуации не горка ошибка лишнего веса, а из каких продуктов вы ее построили. Постоянное чувство голода и переедание легко убрать, если наладить питание и знать правила. На мини-курсе цех, который длится 2 недели, вы легко перенастроите организм и уберете неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и общего плохого самочувствия. Ссылка под этим видео. А у кого проблема с весом большая и много вопросов, рекомендую Headliner. Курс «Нутрициологика», на котором вы получите значительный результат и больше никогда не наберете. Потому что управлять своим весом проще, чем вы думаете. Так уж сложилось, что праздники, особенно семейные, крепко связаны на обильном и высококалорийном питании. Мы все воспитаны в этом духе и по этой причине елка, снег, запах мандарин рефлекторно отпускают тормоза по поводу питания. Неосознанное переедание салатов и сладостей несколько дней подряд – вот причина невозможности остановиться есть. Многие могут остановиться только весной, но уже в плюс 10-20 кг. Так вот, исследование показало, что осознанное питание и сокращение времени за столом привело к сохранению веса на прежнем уровне. Для этого вам нужно лишь спланировать свою тарелку согласно MyPlate за праздничным столом. Всегда можно найти подходящее блюдо. Белков 25% в тарелке, углеводов 25% и половина тарелки овощей и фруктов. Начинайте с базовых блюд из белка и овощей, без майонеза. И только после пробуйте все, что хочется, небольшими порциями, но не спешите. Хочу напомнить базовые принципы правильного питания. Важность завтрака – не позднее часа после пробуждения. Соблюдение интервалов между приемами пищи. Не увеличивать их более 3-4 часов и не сокращать. Пусть праздников и удовольствий в вашей жизни будет больше. И пусть еда будет в качестве дополнения, а не основного их наполнения. Поверьте, красивое, здоровое тело радует гораздо больше самых вкусных блюд. Тем более, они не под запретом, а лишь в умеренности. Подписывайтесь и ставьте лайк, если посмотрели это видео на одном дыхании. Я веду страницы практически во всех соцсетях. Выбирайте удобную для себя. Ну, а я с вами прощаюсь сегодня. До встречи. Пока-пока.